До сегодняшнего дня существует несколько бета-блокаторов, в отношении которых доказана польза в виде снижения смерти, частоты госпитализации у больных сердечной недостаточностью. То есть это строго определенный круг препаратов. Однако прямых сравнительных исследований между ними не было, во всяком случае крупных. Но с появлением больших информационных систем, когда практически каждый больной учитывается в компьютерной системе, то есть известен его диагноз, известны его случаи госпитализации, известно, какие препараты он получает в аптеке, к которому назначен врач. Все это позволяет свести довольно большой массив данных воедино, учесть различные сопутствующие факторы и сделать вывод при таком сравнении препаратов. С одной стороны, такие регистровые сравнения очень хороши, показывают реальную популяцию. То есть не рафинированное клиническое исследование, больных все-таки как-то фильтруют, а реальную жизнь. Кроме того, это реальная практика, больные принимают, когда-то пропускают препараты. То есть это опять же реальность. Оборотной стороной медали является то, что исследование это не рандомизированное. Да, оно проспективное, но рандомизация не происходила. То есть пациенты просто получали по назначению врача тот или иной лекарственный препарат. В данной ситуации метапролола сукцинат, либо, соответственно, корвидиолол. В Дании был оценен этот регистр на довольно большой популяции больных, в 6 тысяч человек с лишним. И, соответственно, результаты оказались вполне сопоставимыми. То есть не было получено никакой разницы между больными, получавшими метапролол, либо больными, получавшими корвидиолол. Следует, правда, отметить тот факт, что в группе пациентов, которые получали корвидиолол, больший процент пациентов достиг целевой дозы препарата. Между тем, как среди тех, кто получал метапролол, целевую дозу в 200 мг в сутки достигла гораздо меньшая часть пациентов. То есть, наверное, может быть, у метапролола есть какой-то потенциал. Но еще раз оговорюсь, исследования не рандомизированы, хотя современные статистические методики позволяют учесть ряд составляющих и соответствующую модель, которая позволяет сопоставить эти группы пациентов. Тем не менее, надо понимать, что, возможно, есть какие-то факторы, которые мы не учитываем, которые бы учитывались при рандомизации, что несколько снижает ценность исследований. Однако, тем не менее, это вполне такой результат надежный, которым можно пользоваться в реальной жизни при выборе из двух этих бета-блокаторов. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...